Etsy Ads. Внутренняя реклама на Etsy. За что вы платите? Как не получить счет больше стоимости товара? Приветствую вас, друзья! С вами Прохоровская Светлана. Это видео будет ответ на вопрос мастера и на вопросы мастеров подобные. Читаем, в каком случае тогда оплачиваются клики, где можно подробнее это изучить. Я так спрашиваю, потому что узнала от одной девочки, как она за рекламу товара за 6 долларов получила счет на 35. Не хотелось бы так. Итак, друзья, мы сегодня с вами будем изучать подробно самые главные пункты перевода статьи www. Etsy.com.legal.advertising. Это правила рекламы, которые на Etsy вступили с 27 марта 2020 года, действуют по сегодняшний день. Если вы любите читать, ссылку на свой блог под видео оставлю. Это очень большая статья, вы можете прочитать все про рекламу в ней очень подробно. Но в этом видео мы сегодня рассмотрим про внутреннюю рекламу. Etsy-магазин на Etsy можно продвигать с помощью Etsy SEO. Это ваша работа внутри сайта с ключевыми словами, запросами, с тегами, с главной страницей, с описанием, со всем-совсем с фотоконтентом. Все, что находится, получается, в вашем Etsy-магазине, это ваша ручная работа. Следующий момент. Etsy-off-site ads – это внешняя реклама. Etsy-ads – это внутренняя реклама. Есть еще на Etsy спецпредложения, акции, купоны. Эти все способы вместе или частично помогают вам продвигать Etsy-магазин. И вы выбираете либо что-то одно, либо несколько, либо свой любимый вариант. Но мы сегодня с вами рассматриваем Etsy-ads. Особенности внутренней рекламы. Вы запускаете, включаете рекламу сами. Но проверьте, не включили ли вы ее случайно после открытия Etsy-магазина. К сожалению, такое бывает. У меня примеры мастеров в консультациях открываются, что «А почему мы так много платим? Мы уже по 20 центов и так считали, и так считали, что-то не получается. У нас сумма очень большая». И оказывается, автоматически люди там кликнули, включили рекламу, этого не заметили. Следующий пункт. Для рекламы можете выбрать листинги. Но автоматом, когда вы первый раз запускаете всю рекламу, включается реклама на все листинги. Вот получается, если вы не хотите рекламировать, чтобы кликали на все подряд листинги, а у вас есть определенные виды товаров, которые вы хотите продвигать, вам нужно галочки поставить, либо галочки снять, если все листинги подтянулись в эту рекламу. Вы указываете в бюджет в сутки от 1 до 50 долларов. Что это значит? Поставили 1 доллар, значит, каждые сутки у вас реклама будет идти вот на эту сумму, либо до грани этой суммы. На доллар, значит на доллар, на 2, значит на 2, 50, значит на 50. Вы выбираете сами. В чем особенности еще Etsy Ads? Ваша реклама будет работать до тех пор, пока вы ее не отключите. Вам нужно будет оплатить сумму стоимости кликов по вашим листингам суммарно в следующем месяце за предыдущий. И обязательно нужно будет нажать кнопку «Оплатить» самому мышкой получается. Само Etsy за рекламу деньги по рекламе не списывает, поэтому будьте внимательны. Если у вас запущена какая-то реклама, ждите, например, 1-го, 2-го числа, и в этих числах до 15-го числа вам обязательно самому нужно зайти на портал, раздел «Оплаты» и там нажать кнопочку «Оплатить». Будьте внимательны. Даже если это копейки, даже если несколько центов, все равно вам нужно будет оплатить. Если не сделаете, могут заблокировать магазин на время, потом его отключить совсем. Пока не оплатите. Будьте внимательны. Вот здесь самый главный нюанс. Ваша реклама будет работать до тех пор, пока вы ее не отключите. На Etsy, к сожалению, нет в настройках, что запускать рекламу с периода по такой-то период. Получается, дата нет. Вот вы запустили рекламу, и она будет крутиться все время. Получается, не так, что у вас доллар закончился, и она прекратится. Нет. Это значит, что сегодня, завтра, послезавтра у вас ваши товары будут рекламироваться по доллару. Получается, сумма в деньгах, вот доллар закончился, не является ограничителем. Это означает, что по доллару это в сутки. И если вы запустили свою рекламу, то она будет идти, пока вы, скажем так, не опомнитесь и не решите, что ее надо отключить. Чтобы реклама прекратила работать, нужно в настройках ее отключить. А до этого периода, если люди накликали, нажимали ваши листинги по рекламе, понимали вы это или не понимали, вы будете обязаны и должны оплатить Etsy вот эту сумму. Разбираем подробнее. Получается, есть реклама, значит, каждый день, каждый божий день, каждые сутки у вас по этому доллару будет, например, от 50 до 99 центов, если в пределах доллара будет идти эта реклама. В сутки покупатели могут кликнуть несколько раз, цена клика примерно будет от 10 центов до доллара, получается, вот именно в этом пределе до доллара, как вы указали. И еще раз подчеркну, реклама будет работать каждый день, каждый день в месяце, пока вы ее не отключите. Хотите прекратить рекламу, вам нужно в раздел рекламы зайти, отключить рекламу, убрать все листинги и прочитать, что да, реклама отключена. Только в том случае вы Etsy не будете ничего должны. Как выбираются листинги? Etsy отображается в одном или нескольких местах, таких как результаты поиска пользователей на основании. Друзья, а вот здесь очень важный вопрос, важный момент. Смотрите, это не значит, что вы заплатили деньги, вы захотели, и на первых местах ваши листинги будут рекламироваться. Нет. Etsy что учитывает? Релевантность поиска, качество листинга, включая и соответствует политикам Etsy, ставки или сумма, заложенная в бюджет для ставок, для отображения листинга, и вероятность просмотров или продаж этого листинга. Смотрите, как много оценивает Etsy, чтобы показывать ваш листинг, и как часто, когда, да, вашим потенциальным клиентам. Получается реклама, с одной стороны, именно внутренняя, не панацея, да и внешняя тоже. Получается, Etsy определяет и проверяет своими роботами, насколько качественно заполнен ваш листинг, насколько интересен он целевой аудитории, будут ли его смотреть, будут ли его покупать. Получается, вы, с одной стороны, в какой-то мере, как продавец, не сильно интересен, учитывается больше интересы покупателя и интересы портала. Задача портала поисковика Etsy номер один, чтобы человек здесь остался, ему понравился, и номер два, чтобы обязательно купил. Получается, такая цель, можно сказать, одна единственная, двойная, но на самом деле у кого купят, неважно. И вот здесь вытекает один очень интересный момент. Помните наш вопрос, как товар стоит 6 долларов, а накликали на 35? Из-за чего такое возникает? Возможно, из-за того, что что-то не понравилось человеку, либо в описании было привлекательное фото, люди кликают, заходят, хотят прочитать больше про изделие, про товар. Либо не находят в описании товара, либо человеку что-то не нравится, и он уходит, получается. Здесь двоякое может быть положение, поэтому мы подробно еще это рассмотрим, почему так бывает. Но обратите внимание, самое главное, Etsy поисковик, да, Etsy учитывает релевантность поиска, это ключевые запросы, это игра ключевых слов. Получается, качество листинга, качество заполнения листинга, ставки, это на сколько вы ставите сумму, и вероятность просмотров и продаж. А на это все влияет, и ваши фотографии, и наличие вашего видео, и сколько у вас фотографий. Ну, подробно еще рассмотрим. Покупка Etsy Ads. Реклама Etsy Ads – это аукцион на рекламное место на ресурсах Etsy. Рекламные ресурсы продаются с аукциона по разным ценам, в зависимости от конкуренции. Расходы, которые вы понесете, будут зависеть от количества участников аукциона и их ставок. Ну, например, цена за клик сегодня может быть, например, если суббота, и много продавцов поставили на рекламу подобный вид товара, быть более дорогой, чем, например, в понедельник. Вот в субботу, образно говоря, скажем так, поставили на рекламу 100 продавцов, 100 своих листингов, а в понедельник поставили 10. И получается, реклама в понедельник, например, может вам стоить дешевле. Но я сейчас говорю о дне недели условно, может быть и наоборот. Все варьируется, все зависит от времени, сезона, праздников. Поэтому здесь, с одной стороны, сильно угадать нельзя. Ставка – это максимальная сумма денег, которую вы будете платить, если покупатель нажимает на вашу рекламу. С вас будет взиматься плата только при нажатии на ваш листинг. Если человек увидел ваш листинг рекламный, нажал на него мышкой, перешел в ваш Etsy-магазин, вот за это действие вы будете платить. Стоимость этого действия оценивается, как мы прочитали выше, в центах. И количество вот этих центов будет очень-очень разное в зависимости от большого количества факторов. От того, сколько конкурентов ваших тоже поставили на рекламу. В целом, стоимость клика, если вы поставите рекламу 1 доллар, будет от 0,1, от 10 центов где-то и до доллара. Если это вы ограничиваетесь вот именно вот такой суммой. Если вы поставите 2 доллара, то вы самый максимальный клик, получается, готовы заплатить 2 доллара даже за одного клиента. Но чаще всего на 99% сейчас реклама на Etsy не сильно дорогая. Я тоже смотрю, это будет от 10 центов до 50-70 центов по разным видам товаров, по разной конкуренции. Она разная. У кого-то будет дешевле, у кого-то будет дороже. Но в среднем эта вот цена за клик будет вот такая, ну где-то средняя 20-30-40 центов. Вот где-то в этом диапазоне. У кого-то, у кого дешевле, ну вам повезло. Так. Покупка Etsy. Вы соглашаетесь платить любую сумму до суммы ставки включительно за клик по вашему объявлению. С вас не будет взыматься плата, превышающая ваш максимальный бюджет на ежедневной основе. По умолчанию ваши листинги будут продвигаться, включая любые новые листинги, которые вы создаете. Будьте внимательны. Смотрите, если вы создаете новый листинг, он автоматически может выйти на рекламу в Etsy Ads. После создания нового листинга, если вы создаете с ноутбука, компьютера, обязательно проверьте, какие листинги по Etsy Ads у вас стоят на рекламе. Если вы будете запускать новый листинг, выкладывать через приложение смартфона, да, либо гаджета, другого села он Etsy, у вас спросят, хотите ли вы отправить этот листинг на рекламу или нет. Вы тогда сможете выбрать. Но с компьютера, если вы запускаете, могут и не спрашивать. Еще раз обращаю ваше внимание, что вы вручную можете добавлять и убирать листинги через панель управления Etsy Ads. Что нужно для запуска внутренней рекламы? Давайте обсудим, какие ошибки бывают. Ну что ж такое? Получается, первым делом, перед тем, как вы планируете запускать свою рекламу, я вас призываю, проверьте теги и тайтл. Теги и тайтл – это ваши ключевые запросы, по которым будет рекламироваться ваш листинг. Вот первые, что первые 1-5 тегов, первые места в тайтл, то, что вы там пишете, те ключевые запросы, вот вы по ним и будете рекламироваться. Я вам даже пример написала. Например, человек считает, что его изделие – это декор для дома. Но с одной стороны, так оно и есть. Но на самом деле продает скатерть для стола. И, например, и в тегах, и в тайтле акцентируют внимание, что это декор для дома на Рождество. А в тегах просто декор для дома, потому что все вместе фразы, 20 символов, декор для дома на Рождество не помещается. И вот он написал эту фразу. Давайте разберем вот такие общие фразы, как декор, декор там для дома, подарок женщине, подарок на Рождество. Для кого-то, для нового магазина, это очень высокочастотные теги, высококонкурентные, получаются ключевые запросы. По ним ваш магазин выдачи на данном этапе, к сожалению, будет болтаться в конце. Почему? Потому что вы только начинаете. Конкуренция очень высока. И плюс-минус этого запроса, он общий. Например, люди заходят и начинают искать, например, декор для дома, когда они не определились, что хотят купить. Но если вы продаете скатерть для стола, а не какое-то там, ну как, изделие, которое вы не знаете вообще, как назвать, вам важно в тегах применять скатерть для стола. Почему? Потому что это вы привлекаете вот такими разными тегами два типа покупателей. Первый тип покупателей – декор для дома, кто убивает в поиск. Он еще не определился, не знает, купить ваше изделие или не купить. Он вообще не знает, какой декор для дома он купит. Но если человек выбирает ключевой запрос скатерть для стола, он уже хочет купить вот это изделие и начинает выбирать, смотреть. Он не выбрал, может быть, фактуру, ткань, цвет, еще не выбрал что-то. Но новую скатерть ему нужно. И получается молодому магазину, начинающему продавцу, легче продать по ключевому запросу скатерть для стола, чем по общему декор для дома. Декор для дома – это больше для более больших, крупных, успешных магазинов. Но когда вы малыш, когда вы новичок, когда вы только начинаете, выгодные ключевые запросы – это те, которые либо средние, низкочастотные, но указывают на ваш вид изделия, что вы продаете. И вы привлекаете таким ключевым запросом тех людей, которые уже выбирают именно внутри вот этих товаров. Друзья, как, например, выбирать теги, как писать продающие описания. Я сделала сет, получается, называется «Черная пятница у вас». Это, кто любит читать, это набор по Etsy SEO «5 книг для новичка». Кому интересно, тоже ссылку под видео оставлю, почитайте, посмотрите. Следующий пункт. Что нужно для запуска внутренней рекламы, обязательно проверить. Описание в листинге Etsy магазина. Помните, мы выше читали, как Etsy оценивает ваш листинг, качество вашего листинга. Если у вас недостаточное количество описаний, она недостаточно качественная, и поисковик Etsy посчитает, что по этому описанию у вас товар не купят, то вы будете проигрывать конкурентам. И даже и по выдаче, и в рекламе вы будете пости задних. Вот что важно. Получается, если я проверяю на консультации ваше описание, я вижу, я всегда мастерам подсказываю. Если у вас 1, 2, 3 предложения, пишите качественные, хорошие описания. Пишите качественные, хорошие описания из технических моментов плюс копирайтинга. Копирайтинг, у меня тоже отдельно есть книга, как писать продающее описание для Etsy, но суть копирайтинга в том, что вы пишете уникальный текст на основе ключевых слов под каждое изделие. Вы не лепите одинаковый текст копировать, вставить. Он, получается, не продвигает одинаковый текст ни в выдаче у вас, он занижает ваши позиции выдачи, и плюс вы видите, даже влияет на то, что вас будут выбирать на рекламу. Получается, если вы налепите там в десятках, либо в сотне листингов один и тот же текст, то Etsy, поисковики это все прекрасно видят. И поэтому, естественно, если вы будете проигрывать конкурентов, то хорошо, если у вас, например, количество товара большое, хорошо, что у вас там с тегами все нормально, описание очень хорошее, а другая, другая часть работы проделана. Вы будете идти там вторым, третьим, пятым, десятым. Но если вы будете сотым или тысячным идти на Etsy, а вы видите количество покупателей, продавцов, вернее, на Etsy-конкурентов, то задумайтесь, стоит ли вам писать хорошее, качественное описание или нет. Плюс, обращаю внимание, обязательно заполните все ячейки по основному второстепенному цвету, материалам, праздникам. Вы, когда открываете Etsy-листинг, вносите вид товара, там добавляются специальные ячейки, именно по вашему виду товара. Например, если это бижутария, то там очень много и про камни открывается, и длина там ожерелья, и вот эти, и даже там в настройках нужно обязательно заполнить. Но некоторым покупателям это неудобно, они могут там не обратить внимания, плюс вы потом в тексте, коротко, в столбик, я называю это технические моменты, получается. Написали в описании заголовок, описание товара, написали технические моменты, потом написали продающий текст на основании ключевых слов. И получается у вас насыщенное, хорошее, качественное описание. Ваша задача сделать такое описание, чтобы человек, прочитав его, не писал вам по переписке кучу вопросов, не писал вам никакие там, например, как бы, что там что-то непонятно. Единственный нюанс может быть, когда вам должен человек писать, это когда у вас кастом, когда у вас товар под заказ, плюс даже когда у вас товар под заказ, есть специальные ячейки, что вам клиент должен в первую очередь написать. И вы в этих ячеечках пишите. Вот когда я делаю аудит листинга, я всегда людей прошу, если вы заказываете аудит листинга, напишите ссылку в этой ячейке на листинг, который вам нужно сделать аудит, либо аудиты. И получается, вы точно так же можете сделать вот эту ячеечку в настройках листинга, когда вы его выставляете, когда кастом товар, индивидуальный товар, персонализация, это все можно сделать. Эйцепортал достаточно хорошо настроен. Следующее, что нужно проверить. Нужно проверить 10 фото и видео. Обязательно должны быть 10 фото. Заполняйте все 10 ячеек. Это плюс, помните, это проверяют эйцепоисковики, даже для рекламы, не только для продвижения. Плюс видео. Есть ли у вас товар? Обязательно. В 10 фото это ваш товар со всех ракурсов. Вперед, зад, сбоку, сверху, снизу, в срединке, если это сумка, если это должна она быть расстегнута, например. Какая подкладка в изделии, если есть подкладка в изделии. Получается, вы смотрите свое изделие словно в магазине. Видеообзор точно так же должен быть не просто вы показали издали изделие, а показали саму изделие. Человек хочет купить. Он не в магазине. И вам именно с точки зрения покупателя нужно быстренько, коротенько сделать вот такой видеообзор. Еще один важный момент. Если у вас показов по рекламе много, а кликов очень мало, начинайте работать за главным фото. Оно не привлекательное, не качественное, возможно, для ваших потенциальных клиентов. Простыми словами, не нравится. Либо оно на сером-белом фоне теряется в потоке конкурентов, и вас даже по рекламе просто-напросто не видно. Каким должно быть за главное фото? Я считаю, что это номер один. Оно должно показывать, презентовать хорошо, качественно ваш товар и выделяться в потоке конкурентов. Когда ваше, например, изделие на сером-белом фоне сливается с вашими конкурентами, вы вот такой же, как и они, то вас не видно даже по рекламе. 10 фото о чем? Мы поговорили о чем. Так, что нужно для запуска внутренней рекламы на Etsy? Конкурентная цена на рынке. Обратите внимание, сделайте анализ перед тем, как запускать свою рекламу. Бывает такое, что мастера завышают цены в 2-3 раза, чем есть на рынке. Не обоснованно. Вы не пишите, почему, непонятно получается. И покупать не будут. Второй момент, как могут мастера завысить неосознанно свою цену на рынке и не подозревать от этого. Можно включить стоимость изделия и стоимость доставки. Подумайте, как вам выгодно. Но опять же, нужно сделать анализ конкурентов. Как ваши конкуренты продают? У них стоимость доставки большинства людей в своей массе, например, по листингам, включена в стоимость товара или нет? Если нет, если их изделия стоят, например, в среднем 10 долларов, а ваши почему-то 30, либо 40, то, естественно, массовых продаж у вас не будет. А вы туда, например, добавили всю доставку. Поэтому в таком случае, если у вас какой-то там, я не знаю, камни натуральные вы продаете, либо ожерелье из натуральных камней, оно весит очень дорого, но на самом деле вы продаете, как все, примерно в ценовой диапазон, а стоимость доставки вот такая большая, то вы ее выделите лучше отдельно. Почему? Потому что уже на изначальном этапе вы отпугиваете клиентов. Людям часто по фотографии непонятно, да? А почему вы вот именно завышаете стоимость этого изделия? Друзья, какие выводы? Перед запуском внутренней рекламы проверьте тщательно свои листинги. Если вам что-то непонятно, обязательно напишите ваши вопросы под этим видео. Плюс еще что хочу сказать. Я в своей статье упомянула по поводу проверки. Что еще бывает? Вы, например, запускаете всю рекламу. Вы сделали все, что мы сказали выше, да? Вот у вас все есть, вы сделали правильно. Но вы не можете понять, почему люди вообще не кликают на это изделие. Знаете, есть тренды. Тренды, например, на материал, тренды на цвет, тренды на какой-то праздник, тренды, например, на какие-то изделия под какой-то праздник. И, например, если вы, например, я вспоминаю пример мастера из консультации. Кажется, вот небольшая ошибка. Мастер расписывает бокалы. Овша, форма бокалов, да, она имеет такую, ну как, как тюльпан, можно такую закрытую форму. А мастер выбирает форму бокала в другую. И вот когда вы, например, идете в разрез с трендом, у вас тоже массовых продаж не будет. Следующий момент, который я тоже вспоминаю с консультацией. Мастер создавала и продавала там интересные такие красивые новогодние игрушки. Они были сделаны из пластика. Она применяла в работе пластик. Игрушки красивые были. С одной стороны, вы видите, на эти продаются из игрушки, из пластика. Но подобные игрушки чаще всего продаются из дерева. Получается разница в материалах. Вы опять идете в разрез трендов. Вот такая ошибка еще может быть. Следующая, какая может быть ошибка у наших мастеров, это когда по изделиям, если вы создаете какие-то изделия, например, из наших сказок. Вы берете животных наших, которые известны только в странах СНГ. Я вспоминаю тоже листинг мастера по ожерелью. Красивое ожерелье. На нем была сделана, по-моему, вышита бисером синичка. И, естественно, теги по синичке. А за границей в США птичку-синичку никто не знает, кроме иммигрантов. А вы же хотите продавать в США, вы хотите продавать людям из США, жителям США. Поэтому, если вы используете описание, теги, по которым никто не ищет эти товары, если в Google, например, проверить вот именно этот ключевой запрос по поиску от 0 до 10, либо вообще 0, то даже на Etsy не стоит применять вот именно эти ключевые запросы. Поэтому, получается, вывод еще какой. Все надо сделать то, что выше, плюс проанализировать именно тренды и вот то направление, как бы тот вид товара, который вы тоже продаете и создаете. Получается, на самом деле, нюансов по запуску рекламы, даже внутренней, по подготовке к запуску рекламы, достаточно много. Поэтому, внимательно читайте, проверяйте. Друзья, если вам нужна помощь, загляните в мой сет. Как говорится, в честь Черной Пятницы у меня на русском появился тоже новый сет. Все было раньше на английском. Состоит он из пяти книг. Для тех, кто любит почитать, это про Etsy SEO, как подобрать теги самому, как сделать самому описание продающего товара, первое 10 продаж, что для этого должно быть, и 92 ошибки, или как сделать аудит Etsy-магазина самому. Если вам нужна помощь, читайте, смотрите. С вами была Прохоровская Светлана. Заглядывайте в мой Etsy-магазин, задавайте вопросы под видео. Удачи во всем, новых вам клиентов и новых продаж. Пока! До встречи в следующих видео.